Друзья, всем привет! Мы с вами на канале Дарвинский Музи Дети. Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на ваши вопросы. И сегодня мы поговорим с вами об одной удивительной совершенно птице, об обыкновенной кукушке. Выясним, действительно ли она обыкновенная. И поговорим мы с вами о том, а действительно ли кукушка плохая мать. Согласитесь, что имя этой птицы стало таким нарицательным. И так называют матерей, которые не особенно заботятся о своих детях и подбрасывают их на воспитание кому-нибудь другому. Семья мне не нужна. Я жить одна хочу. Куда задумаю, туда и полечу. Где захочу, там прокукую. Но я вам расскажу сегодня о размножении этих птиц. Ну а вы сами сделайте выводы, насколько простая или сложная у этой птицы забота о своем потомстве. Обыкновенная кукушка, наверное, обыкновенна лишь тем, что эта птица из семейства кукушковых самая распространенная, она имеет довольно большой ареал. Хотя вообще семейство кукушковых, оно довольно большое. Оно представлено 150 видами примерно, которые живут по всем совершенным материкам, за исключением Антарктиды. Обыкновенная кукушка населяет в основном, конечно, лесные массивы, но иногда встречается и в более разреженных каких-то лесостепных участках. Но все-таки в основном это птица лесная. Окраска кукушки очень необычна. Ну, во-первых, надо сказать, что если все самцы имеют одинаковую окраску, они все имеют серую спину и пестрое полосатое брюхо, то самки окрашены по-разному. Есть две расы самок кукушки. Серая такая же, как у самцов, окраска, и вторая раса имеет окраску рыжую. И вот, кстати, в нашей витрине, которая посвящена кукушкам, можно эти две расы увидеть. Вот птицы стоят в витрине, и вы видите, что по окраске они отличаются. Интересно, что когда кукушка летит, то ее полет, а также вот это вот полосатое пестрое брюхо очень напоминает какого-то небольшого ястреба. И такая окраска, она действует на мелких птиц воробьиных, и зачастую они воспринимают ее как потенциального хищника. Хорошо это для кукушки или нехорошо? Ну, это, наверное, бывает по-разному. Кукушка — это птица, у которой, пожалуй, самый совершенно гнездовой паразитизм среди всех прочих птиц. И почему мы сейчас с вами как раз попробуем разобраться? В каждой местности у кукушки есть несколько излюбленных видов птиц приемных родителей, которым она подкладывает свои яйца. И, кстати говоря, вот в этой витрине собрана совершенно потрясающая коллекция. Мы с вами здесь можем увидеть и птицу приемного родителя, и также мы с вами можем увидеть здесь кладки яиц, одно из которых — яйцо кукушки. Посмотрите на них внимательно. Мы видим, что птицы, приемные родители, во-первых, значительно мельче, чем сама кукушка. Они все относятся к воробьинам, они все довольно мелкие. И что еще поражает, что у всех у них разная окраска яиц. То есть кукушки могут откладывать яйца разной окраски. Как такое может происходить? Представим, что кукушка выросла в гнезде приемного родителя. Она там выросла, значит, ее яйцо не было родителями отвергнуто, оно было насижено, и она появилась на свет. Если это самка, то в последующем, когда она станет взрослой, она запечатлеет образ своих приемных родителей и отложит свое яйцо в гнездо того же самого вида. То есть здесь имеет очень важную роль такое явление, как запечатление или импринтинг, когда животное на определенной стадии своего развития имеет такой чувствительный период, когда запечатлевают те или иные образы, необходимые ему в дальнейшей жизни. Итак, как же происходит откладка кукушиного яйца? Это очень непросто. Во-первых, нужно найти подходящее гнездо приемных родителей, причем желательно, чтобы кладка была только в самом начале и еще не началось насиживание. Далее, обычно во второй половине дня, пока птицы еще не приступили к насиживанию приемные родители и не сидят на гнезде практически непрерывно, кукушка должна выбрать момент, когда гнездо пустует, когда там нет взрослых птиц, она должна подлететь, и ей требуется всего-навсего несколько секунд, но от 4 до 30 секунд для того, чтобы отложить свое яйцо. Бытует такое заблуждение, что кукушка приносит свое яйцо в клюве. Нет, она должна сесть на гнездо и отложить свое яйцо прямо в гнездо непосредственно, и дальше она улетает. Если кладка уже насиживается, то бывает так, что кукушка должна уничтожить всю кладку для того, чтобы спровоцировать птиц на повторную кладку, в которой она сможет отложить свое яйцо. Такое тоже случается. Кукушка откладывает свое яйцо и при этом забирает одно из яиц приемных родителей для того, чтобы количество яиц совпадало. Ну а дальше, как повезет, по-всякому случается. Бывает так, что приемные родители совершенно не замечают никакой подмены. Ну и вообще надо сказать, что разные виды птиц приемных родителей, они отличаются по степени привередливости, скажем так. Есть птицы, которые оставят в своем гнезде только то яйцо, которое очень сильно похоже на их собственное яйцо. Есть птицы, которые, собственно говоря, не так привередливы, и практически любое отложенное яйцо, вне зависимости от того, совпадает оно по цвету с родительскими или не совпадает, оно все равно будет насижено. Ну вот, например, совершенно непривередлива белая тресогуска, и даже если яйцо не похоже кукушачье на ее собственные яйца, скорее всего, там с птенцом кукушки все будет хорошо. В некоторых же случаях, если родители обнаруживают подмену, вернувшись в гнездо, то они это яйцо либо могут закопать в подстилку, и тогда это яйцо не будет насижено, и, соответственно, эмбрион погибнет, либо они это яйцо могут просто расклевать и съесть, что тоже случается, причем делают так даже совершенно иногда такие маленькие птички, такие, например, как болотные камышевки. Кстати говоря, насколько часто бывает, что яйцо по цвету, по окраске совершенно совпадает с окраской яиц приемных родителей? Бывает это не очень часто, на самом деле. Ученые подсчитали, что яйцо очень похоже или довольно сильно похоже примерно в 30 процентов случаев. Соответственно, 70 процентов случаев, когда яйцо довольно сильно отличается от родительского. Но что совершенно потрясает, если мы посмотрим вот на эти кладки, то да, яйцо очень похоже на яйцо видоприемных родителей, но при этом оно немножечко побольше размером, но не сильно отличается по размеру все-таки от яиц вот этих мелких воробьиных птиц. И это при том, что взрослые птицы, как мы видим, значительно крупнее. И это вот еще один такой поразительный парадокс, который в процессе эволюции возник. У кукушки по отношению к размеру тела очень маленький размер яйца. По своей массе яйцо кукушки составляет примерно 3 процента от веса взрослой птицы. У других птиц, ну, например, у воробьиных птиц этот процент в среднем где-то порядка 6-7. То есть действительно яйцо очень маленькое, и поэтому оно очень похоже на собственные яйца приемных родителей. При том, что яйцо маленькое, и по размеру часто бывает его сложно отличить, оно примерно в пределах изменчивости, но при этом оно значительно отличается по весу. Кукушачье яйцо тяжелее, чем яйца птиц приемных родителей примерно в два раза. То есть взвесив яйца, исследователь точно может понять, это яйцо кукушки или все-таки это яйцо тех самых птиц, которым кукушка откладывает свои яйца. Еще интересная адаптация кукушки к гнездовому паразитизму, это то, что у кукушки невероятно быстро развивается эмбрион. Насиживание происходит буквально, но всегда намного быстрее, чем в случае других воробьиных птиц. Эмбрион созревает в течение 12 дней, и это очень маленький срок. Кукушенок успевает, как правило, вылупиться до того, как вылупляются птенцы приемных родителей. И у кукушки есть еще одна особенность, она способна задерживать яйца в своем яйцеводе до 30 часов. То есть яйцо, когда кукушка его откладывает, оно уже частично насижено. Вот эти 30 часов, пока яйцо было в яйцеводе, оно согревалось в теле внутри кукушки, и, соответственно, оно уже частично насижено, и птенец вылупится быстрее. Поэтому иногда вылупляется птенец даже не через 12, например, а через 11 дней после того, как кукушка отложила яйцо. Когда на свет появляется кукушонок, но выглядит он, конечно, таким монстриком, у него закрыты глаза, зато открыты ушные проходы. Он весь голый, он даже не покрыт пухом, и проходит буквально от одного до двух дней, когда кукушонок, набравшись немножко сил, начинает выкидывать из гнезда все, что в этом гнезде находится. У него активизируется особая зона на спине, которая очень чувствительна к различным прикосновениям, и все, что к спине прикасается, оно вызывает ответную реакцию кукушонка, и кукушонок пытается от этого предмета избавиться. Неважно, что это будет, это может быть яйцо, это может быть птенец уже вылупившийся, и даже если положить просто спичный коробок, кукушонок его почувствует, он тоже попытается его выкинуть из гнезда, хотя вроде бы коробок не представляет для него никакой абсолютно угрозы и конкуренции. Кукушонок должен обязательно остаться в гнезде один. Действует он как автомат, и выглядит это, честно говоря, несколько страшно, потому что он действительно неустанно работает над тем, чтобы выкинуть совершенно все из гнезда. Причем иногда бывает так, что насиживающая птица сидит сверху на гнезде, а кукушонок из-под нее выбрасывает насиживаемые яйца. Его это абсолютно не смущает. Итак, он остается один, и дальше он начинает довольно активно расти и есть. Растет он очень быстро, он широко раскрывает свой клюв, клюв у него ярко окрашен внутри, и издает очень своеобразные звуки, которые напоминают целый хор о маленьких птенцов, птички приемного хозяина. Вот этот вот широко раскрытый яркий клюв и звуки, они стимулируют птиц родителей очень активно летать за кормом, буквально выбиваясь из силы, кормить вот такого вот прожорливого птенца. Вот, кстати, как я сказала уже, бывает иногда, что приемные родители выбрасывают яйцо кукушки или съедают его, но если уже вылупился кукушонок, то родители будут его кормить столько, сколько понадобится. От кукушонка они уже не будут избавляться, у них уже действуют совершенно другие поведенческие программы, поэтому они будут растить его, выбиваясь из сил, столько, сколько нужно. Итак, кукушонок активно ест, родители его вдвоем кормят, принося довольно большое количество насекомых, и примерно через три недели кукушонок уже по весу в три раза больше, чем родители. Посмотрите, мы с вами видим птичку приемного родителя и видим кукушонка, еще не взрослого, которого родители продолжают кормить, и мы видим, насколько сильно он отличается по размеру. Ну и становится совершенно очевидно, зачем кукушонок избавляется от других птенцов. Это ему совершенно необходимо, иначе он просто не сможет вырасти, ему нужно настолько много пищи, чтобы расти, что другие птенцы создавали бы ему конкуренцию, и, соответственно, была бы вероятность того, что родители просто не выкормят его, и кукушонок погибнет. Через три недели кукушонок уже покидает гнездо, но, собственно говоря, в этом гнезде он уже не особенно-то и помещается, потому что гнездышки маленькие, но еще какое-то время он сидит недалеко от родительского гнезда, и родители его продолжают кормить, иногда довольно долго, иногда они продолжают подкармливать кукушонка еще в течение пяти недель после его вылета из гнезда. Вот такая вот история, но согласитесь, что в общем кукушке на самом деле не позавидуешь, потому что найти подходящее гнездо, выследить, дождаться момента, когда кладка уже начата, но при этом еще птицы не приступили активно к насиживанию, это довольно непросто. Еще надо отметить, что мелкие птицы, на которых паразитируют кукушки, но кукушку, если вдруг ее заметят рядом со своим гнездом, очень агрессивно реагируют, и могут даже такую птицу, которая во много раз превосходит размерами, от своего гнезда прогнать, то есть они довольно активно защищают свое гнездо от посягательств кукушки. Кукушка, как я сказала, это только один вид из семейства кукушковые, а на самом деле семейство довольно большое, и не все кукушки гнездовые паразиты. И вот в этой витрине мы, кстати, с вами можем увидеть и других птиц из этого семейства. Вот посмотрите, на этой полке представлены другие птицы из семейства кукушковые, которые по-разному поступают со своим потомством. Вот эта очень красивая зеленая кукушка, которая называется почему-то золотистая бронзовая, это единственный вид кукушек, который подкармливает своих птенцов. А вот эта вот самая крупная в центре кукушка, эта кукушка называется исполинская, и она паразитирует на врановых птицах. Ну а вот эта вот хохлатая кукушка, очень красивая, кстати, по своей окраске, обитающая в Юго-Западной Азии и Африке, паразитирует тоже на врановых, может откладывать не одно, а несколько яиц в кладку, и птенцы вырастают совместно с птенцами вида родителей. Есть также непаразитические кукушки, например, вот такие вот замечательные шпорцевые кукушки, которые сами заботятся о своем потомстве и не прибегают к гнездовому паразитизму. Ну и еще такая переходная форма от паразитизма к самостоятельному уходу за своим потомством, это, например, американские кукушки-личинкоеды. Эти птицы строят такое коммунальное гнездо, несколько самок откладывают туда свои яйца, и вся эта группа самок поочередно яйца насиживают, то есть такой вот своеобразный коммунальный детский сад у этих животных существует. Зачем кукушке такое сложное гнездовое поведение? Ну считается, что это помогает кукушке вырастить за сезон довольно большое потомство. Ученые посчитали, что в среднем каждая самка кукушки способна за сезон отложить в среднем порядка десяти яиц. Кстати, между откладкой яиц проходит примерно два дня. Соответственно, если бы кукушка сама занималась бы насиживанием своих яиц, вряд ли бы ей удалось такое многочисленное потомство оставить в течение сезона. Ну а вот гнездовой паразитизм дает ей такую возможность. Ну и еще наверняка вы слышали голос кукушки, но не знаю, в курсе ли вы, что поет самец. Самец таким образом обозначает свою территорию. Кукушки довольно скрытные птицы, их нечасто можно увидеть, но часто можно услышать. И вот этот звук, знакомый всем куку-куку, это как раз самец издает такие звуки. Самка тоже может петь, но ее голос звучит совсем иначе. Ну что ж, друзья, теперь решайте сами, плохая или мать кукушка, или может все-таки хорошая. С моей точки зрения ее способ заботы о потомстве очень сложный и очень интересный. Спасибо вам за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. Переходите к нам в музей. У нас не только кукушки, у нас еще много всего интересного для вас. Всем хорошего дня!